Это новости Дагестана. Здравствуйте, меня зовут Фатима Баталибова. И вот главная тема этого выпуска. Дагестана. Подпольные оружейники орудовали по всей стране, в том числе и в Дагестане. Целовые структуры задержали более ста человек. Взяты сотни единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Дагестана. Переходила дорогу на красный свет в Махачкале. Под колесами иномарки погибла 70-летняя женщина. Некленный мусор на окраине Махачкалы. Тушили даже ночью, однако дым еще идет. Почему? Узнаем скоро. Первый за три года паломники из Дагестана отправились к главным святыням ислама. Все подробности нынешней хадж-компании в материале наших корреспондентов. Мы для первого из полностью готовы к вылету. Сейчас идет регистрация, все идет благополучно. Я думаю, паломники останутся довольны тем, как проходят и вылеты, и пролеты. А в самом селфи-караве мы от себя сделаем все, для того, чтобы паломники комфортно провели свой хашин. Он не любит селфи и не носит фотоаппарат. А художники из Екатеринбурга, которые рисуют Дагестан, расскажем в выпуске. Фотография, она убивает созерцание. Человек на бегу делает снимок и потом не пересматривает его. В то же время рисунок, неторопливый рисунок, это созерцание. Прощай, кустарное оружие. ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД провели задержание 116 подпольных оружейников в 38 регионах России, в том числе и в Дагестане. В ходе операции изъято более 380 единиц оружия, 4 пулемета, 19 автоматов, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовки и карабинов, а также пехотный миномет, 5 противотанковых мин, свыше 28 килограммов взрывчатых веществ и многое другое. По выявленным фактам идут следственные мероприятия, возбуждены уголовные дела. Мошенничество на полтора миллиона рублей сотрудники уголовного розыска задержали в Махачкале 20-летнего жителя Орловской области. Молодой человек завладел крупной суммой денег через сайт объявлений. Там он разместил информацию о продаже майнинг-фермы. Покупатель на дорогую технику нашелся быстро. Только самого оборудования у продавца не было. После полученных денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь с покупателем. За что задержан? За мошенничество. 20% брал свои, а остальные переводил человеку. Какому? Еще 2, его зовут Рикардо. И сколько фактов мошенничества у тебя? Меня не считал. Ну так, примерно, на скидку. 6, наверное, 7. Смертельный ДТП в Дагестане. В Махачкале 70-летняя жительница столицы республики погибла в результате наезда автомобиля. В момент аварии засняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина перебегала светофор на красный свет. А при переходе проезжей части дороги вне пешеходной отметки накануне в Гунипском районе погиб 50-летний местный житель. По данным фактам собраны материалы для принятия процессуального решения. Тушат днем, тушат ночью. Свалку в местности Черкес-Кутан, Карбутахкенского района, где периодически происходят возгорания, засыпали большим объемом грунта. Ночью специалисты приступили к ликвидации тления. В работе были задействованы камазы, бульдозеры, фронтальный погрузчик, несколько единиц спецтехники МЧС, сотрудники администрации Махачкалы и Минприроды республики. Причина задымления, как сообщили в прислужбе столичной мэрии, самовозгорание масс под воздействием высокой температуры под плотными слоями мусора. Депутаты Дагестанского парламента будут отчитываться перед избирателями каждый год. Такой закон подписал глава республики Сергей Меликов. Причем делать это народным избранникам надо не только во время встреч с избирателями, но и посредством СМИ. Формат и объем отчетов будет разработан позднее в соответствии с регламентом Народного собрания Дагестана. Из Дагестана на территорию Украины прибыл крупный гуманитарный рейс из 26 грузовых фур. Первым делом дагестанская делегация во главе с генеральным директором фонда «Инсан» Мухаммадрасулом Ахмедовым остановилась в городе Энергодар. Там их встретил местный глава администрации Андрей Шевчик. Это впервые такая гуманитарная помощь в наш регион, в наш город. Мы полностью все обдумываем, план проработаем, как, что и кому. Самое главное большое спасибо Ахмаду Хаджи, Абдулаеву, Мухию, Дагестана. Еще от специальной военной операции отправляли гуманитарную помощь, и все, конечно, в нашей инициативе, как вы создали, в новости о нашей республике, и сейчас это происходит. И весь дагестанский народ, который поддерживает гуманитарную часть организации и формировки этой гуманитарной помощи. Дагестанская, что вы? Большое спасибо. Большое спасибо вам большое. Часть гуманитарного груза сразу же была распределена среди остро нуждающихся семей города Энергодар. В раздачу помощи помогают бойцы отделения Росгвардии, волонтеры и сотрудники местной администрации. Далее помощь из Дагестана будет распределяться по другим городам и селам Донбасса. Первый хадж за три года паломники из Дагестана отправились к главным святыням ислама. Утром из аэропорта Махачкалы вылетело 174 человека. Этот рейс комбинированный. Паломники на самолете отправятся в Эмираты, а затем доберутся до Медины на автобусах. Для комфорта и полноценного выполнения обрядов хаджа каждую группу сопровождает помощник. Напомним, с 2020 года власти Саудовской Аравии запрещали хадж иностранцам. Много сложностей, с которыми приходится сталкиваться. И с учетом того, что в самой Саудовской Аравии, это после пандемии, первый хадж, и сейчас мы, Российская Федерация, в таких сложных условиях, эти санкции, определенные ограничения, которые свой след определенный оставляют на вопросах организации паломничества. Потому что это выезды за пределы страны. Хадж, первый рейс полностью готов к вылету. Сейчас вот идет регистрация, все идет благополучно. Особенно мы сейчас в новом терминале рапорта Махачкалы. Здесь гораздо все удобнее и комфортнее для паломников. Я думаю, паломники останутся довольны тем, как проходят и вылеты, и прилеты. А в самом Саудовской Аравии мы от себя сделаем все, для того, чтобы паломники комфортно провели свой хадж. В этом году отправиться на святые земли Мекки и Медины разрешено людям до 65 лет, прошедшим вакцинацию. Также нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Всего квота на хадж для жителей Дагестана составляет около 5000 мест. Из Махачкалы будет совершено 29 авиарезов. Последний запланирован на 3 июля. Для меня это волнительно. Впервые ощущения просто превышают. Да? Да. Что испытываешь в сердце? Трепет, волнение. Ну, пока с глазами не увижу. Я думаю, для меня это как-то душевно. Я думаю, если я увижу, для меня это будет что-то большее. Поэтому сейчас я пока в таком состоянии даже и слова не могу подобрать. Не верится? Немного еще не верится, да. Один? Да, один ничего. Ну, ничего, хвостов нету, так легче будет, я думаю. Описать состояние невозможно. Это словами не передать. Аль-Хамдул-Лях, хвала Священному Аллаху, что из всех нас выбрал. Иншал-Рахман. Надеемся, что Священный Аллах, Субханава Таал, нам поможет. С совершенным, принятым хаджем, иншал-Рахман, возвращаться на родину. Он нас всю жизнь ждал. Впервые летите? Впервые летите, да. С кем вы летите? С седьмой. Видим. Впервые летите. Вообще, какие чувства испытываете? До конца верится вам или нет? Все еще не верится. Да. Обойдем туда или нет. Да. Ожидание. Складывали, как готовились? Долго готовились. В общем. И, ну, как сказать, наконец-то мечта осуществилась. Вы что скажете нам? Как вы готовились? Как вы настраивались? Тоже на вас впереди? Мы очень волновались, и сейчас волнуемся. Ждали очень долго. Да. Очень довольны. Отдайло, чтобы каждый мусульман попался. У всех полонах. Хад, чтобы приняли. Да. Очень волнуемся. Только одни эмоции, это без слов даже. В стенах исторического парка «Россия. Моя история» прошел показ документального фильма «Сталинградская битва», приуроченного ко дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Мероприятие было организовано Региональным общероссийским народным фронтом. В фильме молодежки ОНФ об исторической победе и тяжелых военных днях рассказывают ветераны и свидетели, а также дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной. Презентация картины проходит по всей России. Видео за несколько дней набрало больше полутора миллионов просмотров в социальных сетях. Эта тема очень актуальна на сегодня, с учетом спецоперации, которые проводимы на территории Луганской и Донецких республик. Порой мы замечаем, что некоторые молодые ребята не совсем понимают, что происходит, и что такое нацисты, и как они себя проявляли в годы Великой Отечественной войны, и как они разбомбили город Сталинград. В этом году отмечается 79-летие Сталинградской битвы. Ее называют наравне с Курской самой значимой и масштабной битвой Великой Отечественной войны. Она переломила ход войны и в конечном итоге послужила полному разгрому вермахта в 1945 году. У нас сегодня будет демонстрация двух фильмов. Первый фильм – это у нас фильм, который сняла наша команда. Он более короткий и более информативный. Второй фильм – это фильм, который сняли в 1948-1949 году. Он более длинный, там несколько серий. И завтра также наша команда выпустит свой документальный длинный фильм. Он будет называться «Битва за Воронеж». Тоже мы будем рассылать, чтобы смотрели и показали на площадках и в школах, и в вузах, чтобы наше подрастающий поколение знало, с каким трудом мы получили эту победу, как это все пережили. Художник из Екатеринбурга рисует красивые пейзажи и достопримечательности Дагестана. Михаил Садыков уже полтора месяца путешествует по республике и решил запечатлеть на холсте всю увиденную красоту. Рисовать он начал в Дербенте с Джума-мещети. Сейчас турист рисует цитадель на Рынкала. Эти рисунки я делаю как сувениры для себя вместо фотографии. Фотография убивает созерцание. Человек на бегу делает снимок и потом не пересматривает его. В то же время рисунок, неторопливый рисунок, это созерцание. Пропускаешь видимое пространство, видимые объекты через руки, навсегда их запоминаешь и уносишь с собой. Путешествуя по Тагестану, Михаил собирает коллекцию архетипов. Заброшенные аулы, селения, в которых кипит жизнь, улицы, мечети, дома. Художник признался, что впечатлен местным гостеприимством, живой природой, архитектурными памятниками и планирует еще не раз вернуться. Такие места могут быть где угодно, в том числе на вашем ежедневном пути на работу и с работы. Можно в любой момент, с любым инструментом сделать паузу и сесть и зарисовать свою повседневность. И эта повседневность будет гораздо богаче, чем у человека, который все время откладывает созерцание на потом. Дагестанские легкоатлеты отличились на открытом чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования с участием около 400 спортсменов из 54 регионов страны, а также Белоруссии и ДНР прошли в Чебоксарах. В столице Чувашеской республики наша команда выиграла 6 золотых наград. Первыми в своих классах стали Казим Амара в метании диска, Мусат Аймазов в метании клаба, Мухтар Кумай в метании копья, Абдул Вагабов в прыжках в высоту, Виктор Кипаренко в метании диска и Денис Панкевич в толкании ядра. Кроме того, в активе сборной еще 16 медалей разной пробы. В Дагестане пройдет российский этап международного ралли «Шелковый путь». Проект ведет свою историю с 2009 года на протяжении многих лет, объединяя не только регионы страны, но и государства Евразии. В этом году маршрут ралли проходит по территории 9 субъектов России. Стартовать участники будут 6 июля в Астрахани, а финишировать через 10 дней в Тульской области. В Дагестане участники ралли с 10 по 12 июля проедутся по территориям Ногайского, Тарумовского и Кизлярского районов. Гонка проводится среди быстрых мотоциклов, внедорожников и грузовиков. И на этом у нас все. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.